Самые ожидаемые фильмы о супергероях, которые вы обязаны дождаться и посмотреть. Свежая подборка фильмов-новинок про супергероев. И первый фильм – это «Лига справедливости» Зака Снайдера, премьера 18 марта 2021 года. Какая долгая и легендарная история была у этого релиза, от борьбы режиссера Зака Снайдера со своей студией, личной трагедией, упадкой его замены и последующего сплоченного крика фанатов в поддержку релиза «The Snyder Cut». Будь то крушение поезда или триумфальное завершение главы этой голливудской истории, приготовьте дополнительную партию попкорна для этого четырехчасового захватывающего мероприятия. Второй фильм, который стоит дождаться и посмотреть – «Громовая сила». Роли исполнили Мелисса Маккарти, Октавия Спенсер. Возьмите двух влиятельных женщин с безупречным комедийным ритмом, добавьте несколько крутых костюмов супергероев. Это действительно всё, что нам нужно знать. Эту комедию с Мелиссой Маккарти и Октавией Спенсер в главных ролях возглавляет муж Маккарти – Бен Фальконе. И она может просто предоставить героев, которых мы все ждали, даже если их квест по борьбе с преступностью был в значительной степени случайным. Премьера ожидается 9 апреля 2021 года. «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон. Мы долго ждали, когда «Чёрная вдова» засветится в своём собственном фильме, и время почти пришло. Этот приквел посвящён ранней карьере Наташи Ромов, но мы не менее рады видеть Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвида Харбора, которые присоединяются к действию, чтобы сделать его семейным делом. Ну а что из этого выйдет? Смотрите в кинотеатрах с 7 мая 2021 года. «Веном 2». Хотя большинство критиков раскритиковали «Венома», зрители восприняли историю Эдди Брока, журналиста-расследователя, который невольно становится хозяином сверхмощного инопланетного симбиота и сделал его одним из самых кассовых хитов 2018 года. Лично мы не могли насытиться о непревзойдённом исполнении Тома Харди и симбиозном бромансе и с тех пор ждали неизбежного продолжения. С Вуди Харрельсоном в роль сумасшедшего рыжеволосого карнажа этот фильм станет настоящим взрывом. Так что ждём на экранах с 17 сентября 2021 года. «Вечные». Нам нравится, что режиссёр Хлоя Джао перейдёт от страны кочевников к вечным, а её повествование, основанное на персонажах, приобретёт новые масштабы, поскольку она впервые включает в себя визуальные эффекты и крупномасштабные последовательности действий. Знаете ли вы, что она смотрела на Ревенант в поисках вдохновения при создании боевых сцен? Подобно влиянию Ванда Вижн, ищите Джао, чтобы предоставить эту бессмертную инопланетную расу, встряхивая условности того, что предполагается в комиксах. Ждём на экранах работу Хлои Джао с 5 ноября 2021 года. «Аквамен» — вторая часть, с тем же полюбившимся Джейсоном Мамоа. Мы знаем, что «Аквамен» сразится с «Чёрным мантом» в сиквеле самого большого успеха DC на сегодняшний день. Давний соперник «Аквамена» будет поддержан одержимым Атлантидой теоретиком заговора Стивеном Шином, он же Рэндал Парк, который обнаружил тяжело раненого чёрного манта в сцене после титров первого фильма. Что-то подсказывает, что Аквалат, сын Чёрной Манты, может доплыть до места происшествия, чтобы объединиться со своим отцом в матче-реванше с Королём Семи Морей. Выход на большие экраны с 5 ноября 2021 года. «Морбиус» — антигерой. «Морбиус» — живой вампир. Последнее дополнение к вселенной Человека-паука, в котором Джаред Лето играет Майка Морбиуса, учёного, который развивает вампирские способности после попытки вылечить его редкую болезнь крови. Выпуск фильма несколько раз откладывался с июля 2020 года, на март 2021 года, а теперь и на 21 января 2022 года, что будет означать ожидаемое возвращение Венома во вселенную Человека-паука в 2021 году. Сможем ли мы мельком увидеть Венома, Питера Паркера и даже Резня в грядущем фильме? Мы знаем, что Майкл Китон, сыгравший самого страшного папу-стервятника в Человеке-пауке «Вдали от дома», появится, но его точный персонаж ещё не подтверждён. Тор — любовь и гром. Мы видели Тора как Асгард, сопривыкшего к странностям жизни на Земле и наблюдали, как красивый бог сражается со злой Хеллой. Мы даже были свидетелями, как он шёл по нисходящей в дно, с большим количеством пиццы и Фортнайт и пива. Последний раз мы видели, как он соединяется со Стражами Галактики Звёздного Лорда и надеется узнать, что они все затевают в новой части. Поклонники очень рады будут увидеть, какова будет жизнь Тора после Таноса. И Натали Портман, которая вернулась в качестве гениального учёного Джейн Фостер, и задаётся вопросом, «Чёрная Пантера 2» будет проникнута духом Чедвика Боузмана и Чалы, а история будет сосредоточена на мире Ваканды и персонажах, представленных в первом фильме. По мере того, как этим летом режиссёр Райан Куглер введёт проект в производство, мы получим более подробную информацию о том, могут ли Накия и Шури или Акоя стать новым лидером Ваканды, вернётся ли перевоплощённый Килмонгар в Королевство и Доктор Дум, главный злодей, воссоздавший фантастическую четвёрку. Но это все секреты, пока что секреты. На данный момент это самые сокровенные секреты королевства. Ждём выхода фильма на большие экраны 8 июля 2022 года. Капитан Марвел, вторая часть. Кэрол Денверс предстоит проделать много тяжёлой работы в своём следующем сольном фильме. Она сыграет важную роль в супергероическом развитии своей близкой подруги Моники Рэмбо. Поклонники Ванда Вижн знают, о чём мы здесь говорим. И Камала Хан, она же Мисс Марвел, чей сериал Дисней и должен выйти где-то в 2021 году. А ещё есть злодеи, которые могут прибыть волнами. Прямо сейчас фанаты задаются вопросом, может ли Зави Эштон изобразить новейшую версию рок, уступив место братству злых мутантов, а не людям Икс, чтобы войти в кинематографическую вселенную Марвел? Ориентировочный выход на большие экраны ноябрь 2022 года. Перезагрузка Блейд с Махершалой Али в главной роли прибывает в кинематографическую вселенную Марвел. И хотя она всё ещё находится на начальной стадии, а ими режиссёра ещё не названа, наше волнение по поводу этого нового воплощения Дневного Волка зашкаливает. Появится ли Блейд в другом названии вселенной Марвел, прежде чем он получит свой отдельный фильм? Сможет ли Уэсли Снайп сыграть эпизодическую роль? Так много вопросов. Нам не терпится узнать. Но не стоит забывать, что всё в процессе подготовки.